Канал «Сказано» приветствует вас. Сегодня мы зачитаем статью Ростислава Ищенко, маневрирующий Байден и невозмутимый Путин. Зачем президент США позвонил президенту РФ? Байден позвонил Путину и предложил в течение двух-трех месяцев провести личную встречу двух президентов на нейтральной территории. Реакция российских экспертов, как всегда, представляет весь спектр мнений. Самые глубокие оптимисты заявляют, что Байден капитулировал. Самые выдающиеся пессимисты в очередной раз усмотрели в этом ходе намерение выиграть время для создания на Украине американских баз и тем самым изменения баланс сил в свою пользу. Оба крайних мнения не могут быть признаны верными, поскольку не соответствуют всему диапазону известных нам фактов. США, безусловно, не только не капитулировали, но даже не думают о капитуляции. Капитуляция в нынешних условиях означает для действующей политической элиты США катастрофу. Потеря гегемонии резко ухудшает экономическое состояние США и без того не блестящее. Это, в свою очередь, ведет к дальнейшей дестабилизации политической обстановки в Америке, которая и так не идеальна. В сумме удержание власти действующей элитой становится проблематичным, но и отдать ее просто так она не может, ибо захватила власть в результате открытой фальсификации выборов и политического путча. В случае потери власти американским байденитам грозят продолжительные тюремные сроки, в лучшем случае. Ситуация та же, что с их украинскими подельниками, которые после переворота 2014 года, тоже не могут уйти по-хорошему и вынуждены держаться за власть зубами. Следовательно, нынешняя линия США на обострение имеет глубокие корни в американской внутренней политике и жизненных интересах влиятельных группировок. Она не может быть просто так изменена. Вашингтон стоит перед нехитрым выбором. Активизация гражданской войны, происходящая несмотря на отказ Трампа от активного противостояния путчистам, выливается в полномасштабный внутренний военный кризис. Или же американцам удается на выдохе сломать глобальную ситуацию в свою пользу и разрушить внутренний кризис за счет трофеев, полученных в результате победы над Россией и Китаем, а также от ограбления остального мира, включая своих партнеров по ЕС. Как видим, последний вариант практически недостижим. США слишком ослабели и дальше слабеют для того, чтобы рассчитывать передавить Россию и Китай в своем традиционном силовом стиле. Финансовые и экономические санкционные механизмы не работают. В военно-политическом плане Москва и Пекин неуязвимы для агрессии с использованием обычных вооружений. Ядерный же конфликт стирает США с лица земли куда вернее, чем их противников. Тем не менее, команда Байдена пыталась проводить заявленную еще в рамках избирательной кампании Хилари Клинтон стратегию ядерного шантажа. Украинский кризис из состояния локального гражданского противостояния в Донбассе был быстро выведен на уровень глобальной проблемы, в рамках которой не исключалось прямое противостояние вооруженных сил России и США. Поскольку Кремль не отступил, Вашингтону надо было решать, либо продолжать активно нагнетать напряженность, рискуя военным столкновением уже на страстной неделе, либо попытаться задействовать механизм дипломатического маневра, который позволит не отступить, но и не двигаться дальше по пути нагнетания напряженности. Европейские союзники США были явно не в восторге от перспективы свалиться в ядерную войну, не успев даже выйти из вируса. Они вообще не хотят воевать. Даже самые воинственные – поляки и прибалты – требуют гарантии поддержки со стороны НАТО. А в условиях отказа Западной Европы от военного столкновения с Россией такая поддержка будет означать прямое вовлечение США в конфликт, чего в Вашингтоне хотели бы избежать, традиционно воюя чужими руками. С учетом обещания Путина в случае военного конфликта нанести удар по центрам принятия решений у американской элиты не оставалось никаких перспектив на пути экстренного нагнетания кризиса. Предложенные переговоры дают возможность выиграть время. Вопрос – для чего это время? Пессимисты говорят для развертывания американских баз. Но это российскую базу можно развернуть за пару недель. На развертывание американской требуются месяцы подготовительных работ, провести которые незаметно невозможно. Между тем, уже начало подготовки к развертыванию баз моментально выведет кризис на новый уровень. В этих условиях Россия вряд ли будет ждать нападения Украины на ДНР-ЛНР. Повод для перехода в наступление корпусов республик, внезапно резко возросших численно и освоивших новые виды военной техники, например, доселе не стоявшую на их вооружении, авиацию найдется моментально. Причем наступлением ДНР-ЛНР Россия назовет это только если захочет дать американцам шанс сохранить лицо. В противном случае никто не будет скрывать, что превентивный удар нанесла российская армия. В таких условиях проводить развертывание баз было бы удобнее без заявки на переговоры в рамках действующего кризиса. Сейчас есть заявление Москвы, что Украина не будет атакована, если сама не нападет на Донбасс. Достаточно прекратить провокации Киева на линии соприкосновения, чтобы исключить легитимный повод для атаки на Украину. При этом базы можно создавать в рамках американского обещания не оставить Киев один на один с Москвой. Украинская конституция, правда, запрещает создание на национальной территории иностранных баз. Но на эту конституцию уже столько раз плевали, что это вошло в привычку. Кроме того, формально базы могут создаваться как украинские, а американские войска будут там размещены на временной основе по отдельным соглашениям в рамках двустороннего сотрудничества в военной сфере. Для легализации такого формата достаточно простого решения Рады, которое оформляется за день. Так что формат переговоров избыточен и даже вреден для прикрытия проекта по развертыванию баз. А сам этот гипотетически существующий проект противоречит всей предшествующей линии Вашингтона, направленной на втягивание в конфликт России и Европы, при том, что сами США должны были остаться невовлеченными. Если предположить, что концепция изменилась, США гораздо проще обеспечить свое втягивание в конфликт без сложной многоступенчатой комбинации, уязвимой для действий противника в каждый отдельно взятый момент. Вашингтону достаточно предоставить Киеву статус приоритетного союзника США вне НАТО, о чем Украина давно просит, и это будет понятным для всех сигналом о намерении США непосредственно втянуться в кризис. Иначе, дав союзнику гарантии и не поддержав его, они потеряют лицо, а их и без того невысокий международный авторитет упадет до нуля. Таким образом, можно предположить, что если речь идет о затягивании времени, то делается это для того, чтобы получить мягкий тактический выигрыш. Например, дождаться того момента, когда у российских войск, стянутых к украинской границе, завершатся учения, и они отправятся в места постоянной дислокации. Впрочем, не знаю, чем это может помочь США. Россия неоднократно демонстрировала свою способность в считанные дни перебрасывать из конца в конец страны десятки тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники. Да и постоянно присутствующих у украинской границы войск более чем достаточно для решения всех проблем, которые могут возникнуть на данном участке. Скорее, заявка на переговоры является техническим механизмом дипломатической подготовки перетекания кризиса в горячую фазу. Как уже было сказано, американские партнеры не в восторге от провокационных действий Вашингтона. В критический момент они с высокой долей вероятности могут отказаться занять активную позицию. США демонстрируют им, что они не поджигают войну, а пытаются договориться по-хорошему. Но плохая Россия не идет на уступки, срывает переговоры. Причем это не исключает того, что США сделают вполне серьезное предложение об урегулировании кризиса. Предлагал же в свое время Обама отдать России Украину, чтобы только Москва убралась из Сирии. Времена, конечно, изменились. Одной Украины маловато будет. Но Байден вполне может предложить России разделить сферы влияния в Европе и даже пойти при этом на серьезные уступки, допустим, признав тайком, конечно, российской сферой интересов Прибалтику. В обмен США попросят не мешать им выяснять отношения с Китаем. Для Вашингтона разрыв российско-китайского неформального, но весьма действенного союза критически важен. США уже осознали, что вместе нас не одолеть, но все еще не утратили надежду сделать это поодиночке. Даже если Россия откажется от американских предложений, Вашингтон может дать утечку с переговоров в своей трактовке, чтобы посеять недоверие между Москвой и Пекином. В общем, дипломатический маневр в условиях кризиса, если его грамотно подготовить, открывает широкие возможности для достижения цели без опасного приближения к выходу кризиса из-под контроля. Другое дело, что и у России имеются свои мастера дипломатического маневра, не раз уже переигравшие США. Но пусть Вашингтон попробует еще раз. Это лучше, чем воевать. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Оставьте свое мнение в комментариях, поделитесь роликом в социальных сетях и подпишитесь на наш канал.